Приветик! Сегодня я хочу сделать видео о том, как я качаю свои игры. Это был многочисленный запрос. Многие девушки меня просили рассказать. И сегодня я вам покажу, как я это делаю в тренажерном зале. Все-таки дома много упражнений не сделаешь. Сейчас мы находимся в одном классе, где занимаются аэробикой. Если вы слышите посторонние звуки, это потому что рядом находится класс по кикбоксингу. И сейчас парни там занимаются. Ну а я спущусь вниз, сам в спортзал и покажу вам, как я их качаю. И надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Так что оставайтесь со мной. Первое упражнение, которое я делаю, это подъемы на скользящей платформе. При выполнении этого упражнения желательно устроиться в тренажере попрочнее. Я ставлю носки ступней на самый край нижней опоры. Колени стараюсь держать немного согнутыми. При выполнении этого упражнения вниз нужно опуститься до сильнейшего растяжения икор. А вверх нужно подняться максимально высоко, пока вы не встанете на цыпочки. Следующее упражнение я делаю, это подъемы на носки, сидя в тренажере. Для выполнения этого упражнения тренажер вам нужно будет отрегулировать под себя. Следует помнить, что под мягкие опоры нельзя заводить колени. Когда я делаю упражнение, я слежу за тем, чтобы носки ступней стояли на сам краю ножных упоров. Каждый раз, когда я поднимаюсь на носочки, я стараюсь подняться как можно выше, чтобы почувствовать жжение в играх. При выполнении этого упражнения я стараюсь не делать никаких ускорений и рывков. И также стараюсь опускать вес очень медленно. Каждое упражнение я делаю по 4 подхода, и в подходе у меня 12 или 15 повторений. Это мое самое любимое упражнение для икор. Следующее упражнение это подъемы на носок одной ногой. Сначала я делаю 4 подхода на одной ноге, потом меняю и делаю на другой. 4 подхода я делаю по 12-15 повторений. Также, чтобы не уставали икры, можно сначала сделать один подход на одной ноге, и потом второй на другой и так менять. Как вы видите, я сначала держалась одной рукой за опору, потом я стала держаться двумя, так мне легче. Я стараюсь напрягать спину при выполнении этого упражнения, чтобы исключить смещение таза и зафиксировать поясницу. Следующее упражнение, которое мне очень нравится, это жим носками. Когда я делаю это упражнение, я стараюсь плотно прижиматься спиной к спинке кресла и ногами упираюсь в подвижную опору. Желательно делать это упражнение медленно, если вы хотите накачать икры. Если вы просто хотите держать их в тонусе, это упражнение можно делать быстро, как это делаю я. И также следует помнить, что колени нужно держать согнутыми при выполнении этого упражнения. Всем большое спасибо за внимание. В будущем я выполню другие ваши запросики, которые вы мне написали. И я всем желаю удачного дня, хорошего настроения, и мы увидимся очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok